Иисуса Христа призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Мы разбирали, много читали подробно, почему Павел, почему он избранный, апостол, призванный к чему? К благовестию Божию. И на прошлом занятии мы прочитали четыре раза слова Кеофилакта Болгарского, где написано, благовестие это есть благовестие Бога. Через благовестие Он вместе с Сыном открылся всей вселенной. То есть говорим, раньше сейчас говорят, богослужение, а это служение, благовестие Божественное. Божественное литургия, божественное богослужение, а это благовестие от Бога. То есть божественное благовестие. Благовестие, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в Святых Писаниях. То есть, вот фраза интересная Это потом еще и в послании к римлян И к евреям можно такую фразу подобную Видеть, которую Бог прежде Обещал через пророков В своих Святых писаниях, то есть точная Последовательность А источником знаний является у нас Священное писание, то есть вот откуда мы знаем Что Господь, каков он Какая воля, вот мы жители Уже начала 21 века, как бы мы узнали Мы можем увидеть, пощупать Исследовать, а это не пощупаешь Не исследуешь, это абсолютно таинственная часть Это только основано на Писаниях, которые мы имеем И вот именно через писание мы Познаем волю Божию, познаем Самого Господа нашего Иисуса Христа Но писание это не просто Книжка, которая вот написана и все Написана кем? Пророками То есть пророки, но опять же Они авторы получается? Нет, не они То есть они просто, да, вот мы веруем Что писание написано кем-то, кем? Пророками Ну а тут говорится, что истина авторы – это Бог И вот такая, видите, последовательность в этом стихе Вот он уникален именно, этот стих Который показывает, как до нас дошла вера Вот мы вера от слышания, а слышание от Слова Божия А тут последовательно Благовестие, которое Бог Первое, Бог трежде обещал Через пророков своих В Святых Писаниях То есть пророки в Святых Писаниях Господь эту волю изложил Ну а вкратце сказать Слово Божье Все, минуя пророков, минуя Писания Слово Божие Возносимся непосредственно к Богу Но вот именно по этим ступенькам Толкование Так как проповедь Тупо носили, как нововведение То показывает, что она древнее, древнее язычество И прежде описана была у пророка То есть вот проповедь о Христе Она казалась нечто новое такое Что-то вот ввели, и все, теперь новые обычаи Назаретская ересь ее начали называть Неправильное понимание, гонение И поносили эту проповедь За какое-то нововведение Апостол Павел доказывает Что это не новое Это давно уже было сказано И приводит вот эту фразу А потом можно и доказывать Непосредственно через Писание Где говорится о том, о другом То есть какие были пророчества о Христе Как Иисус Христос явился в Луке и Клеопе И начиная с Моисея пророков Рассказывал о всем Что о нем было сказано в Святых Писаниях То есть, значит, какое новое-то Оказывается, это все давно было написано И о любви к ближним было написано И в Ветхом Завете Просто это было так, немножко контурами Такими легкими намеками Не требовалось вот такой особой любви А в Новом Завете Это уже в абсолют введено В закон Должна быть любовь К врагам То есть Благовестие, проповедь, было Ничто, было древнее язычества И прежде описано было у пророков И вот даже слово благовестие Толкование Находится у Давида Который говорит Псалом 67, 12 Господь даст слово Про возвестниц великое множество И у Исаии Как прекрасны на горах ноги Благовестника Возвещающего мир Исаии 52, 7 То есть вот мы видим Это на слово проповедь Что Бог дал Что Бог прежде обещал Через пророков своих Мы видим вот две ссылки На Священное Писание Где написано об этом Далее Толкование на слово В Святых Писаниях Пророки не только говорили Но и писали И изображали действиями То есть Например Авраам посредством Исаака Моисей посредством змия Воздеяние рук И заклане Агнца Ибо когда Бог имел Уготовить Нечто великое То предвозвещает о том Задолго прежде Посему когда говорит он Что многие пророки Желали видеть Что вы видите И не видели Матфея 13, 17 То выражает сим Что они не видели Самой плоти его Иисуса Христа А потому не видели И знамений Совершающихся Перед их глазами Вот Такие слова Что мы еще дополним Что мы хотим Порассуждать На второй стих У кого какие Замечания Которые Бог Прежде обещал Через пророков Своих Святых Писаниях Вот как Когда вот мы Кто начал Давайте поделимся Опытом Начали читать Священное Писание У кого какие были Ну вот Ощущения При чтении Святых Писаний Вот как пришла Вера в нас У каждого Есть опыт Тут написано Пророка Через святые Писания То есть Писание мы видим Ну а как мы Дойти до пророка Как дойти до Бога Через святые Писания У кого какой опыт Давайте поделимся Друг с другом Этим опытом Нина Александровна Рассказывайте Свой опыт Ну я уже искала Мне было все интересно Мне было интересно Вот о мироздании Как вот солнце стоит Как луна Все мне было На небе Мне все было интересно И меня всегда влекло туда Мой взор Я выходила Он у меня всегда Упирался в небо И потом однажды Я купила Библию Сыну попросил Он меня свозил Я тогда еще В церковь ходила Очень мало В Покровский собор И он меня туда свозил Там как раз продавались Я купила И пришла домой Все спали А я сидела на кухне В этом ночное время И сидела И читала Матфея Это такой эпизод Когда кровоточивая Подходила ко Христу И думала себе Что если я прикоснусь Края одежды его То исцелюсь И когда я это прочла И там было написано И там И заканчивается Он говорит Дерзает щель Вера твоя спасла тебя И вот я вот это вот Дерзает щель Я услышала К себе лично Вот я прям их услышала Что он говорит Дерзает щель А как Я внутри себя Это не вслух Не звуком Но я почувствовала Внутри себя Что это он мне говорит И я залилась слезами А сидела одна Я вот так на кухне Лепла на эту На Библию прямо Библия такая толстая у меня Я лежу и плачу Я не могу понять А как дерзать Что это такое Дерзай А это вера твоя Спасла тебя А как Какая вера-то Я ее не знаю А как она меня спасла От чего Мне это каждое слово Было непонятно И мне очень хотелось знать Как Мне дерзать Это была вот моя такая Первая встреча У меня были раньше встречи Разбирала холодец И вот я рассматривала Коленный сустав Холодец разбирала Это говяжий коленный сустав Это еще было до этого И задолго Я когда увидела Как устроено колено Оно меня буквально поразило И такой перламутр И как он легко двигается И никаких зазорин Нету вот между этим Этой косточкой Все настолько удивительно И я тогда подумал Так а в машине Есть какой-то коленвал Ведь он так же Как-то устроен Так это же люди Это взяли у Бога Я поняла Что это только Бог мог так сотворить И это его творение А люди уже Научились у него И Ну как вот Стали делать Вот такие механизмы Всякие С учетом вот этого И тут вот Может быть даже Вот то Мне как-то подвигло К тому Что вот эта встреча Была Не случайной Уже видно Мое сердце К этому готовилось И я вот плакала Сама не знаю О чем И почему Но я очень плакала Вот такая была К писанию вы как Относились до этого А я его никогда Не видела А кто он сказал о писании Разрекламировал Он сказал Нет Никто Я ходила В Покровский собор И там я уже видела Что продают эти И она тогда стоила 60 рублей Это было немало У меня 90 рублей Была зарплата 93 рубля У меня был оплат И 60 рублей Стоило это Я ее видела Но купить я ее не могла И А потом Так вот случилось Что Мне в одном месте Говорят Ну ладно Мы тебе прощаем И деньги с тебя Не возьмем А я говорю Вы знаете Я когда к вам шла И думала Если вот у меня Сохранятся эти деньги То я сразу же Поеду и куплю Библию Они говорят Вот это тебе Как бы Подарок будет от нас И я пришла домой И сразу сыну говорю Миша Сверзи меня В Патронский собор Там Библию продают Я очень хочу Он безмолвно Прямо Меня посадил На машину И мы поехали Я купила Я там Прямо не могла Потом У них распятие Когда стояло В одном месте Я прям подошла К распятию Вот колено Преклонилась к нему И там еще стояла И плакала У распятия Что Это Библия В моих руках Но я ее не умела читать Я ее не могла Даже первое время читать Только берусь Мне все непонятно И мне становилось Сонливое состояние Я очень хотела спать Отдохну маленько Посплю Опять берусь Читать Но у меня ничего не получалось Остало получаться тогда Вот после вот этого вот чтения И тогда вот Когда я пришла уже на занятия Вот тогда Вот это то что вы услышали Вот этот голос Дерзать че Да После того После пришли на занятия Я помню Нет Это было до того Я не знала Где дерзать И как И в чем это дерзание Заключалось Я этого не знала Не понимала Кто спрашивал 15-й том А пришла я на занятия Когда и вот там-то Говорили О Слове Божьем А я тоже думала А где оно Это Слово-то Я даже не понимала Что Слово Божье Это Библия Я из этого не понимала И потом В общем Слово как-то вас просили Да И вы к ним отнеслись Серьезно Что это именно Да не просто Коснулись Они меня Изменили Да Моя жизнь Сразу на столе Семьгадус И теперь Никто не верит Что А потом Вы уже начали Убедились В том Что это Именно Божественное Писание И Слово Божье А больше всего Мне как-то Подвигло К этому Когда Людмила Степановна Мне принесла Книги И я прочла Начинала я читать Костяному православию Я взяла читать Ничего не понимаю И все у меня Получилось так Что мне показалось Как так Все вверх ногами Это стоит Мне так показалось Что в этой книге так И я прожила И стала читать Для Слова Божьего Нет уст И когда я прочитала Я на одном Буквально дыхании Прочитала эту книгу Для Слова Божьего Нет уст И тогда Мне очень захотелось Вернуться К книге К истинному православию И тогда я уже С интересом читала И тогда уже Я и понимала О чем я читаю А этого я не могу Но у вас Не привлекала Вот именно Такая особенность К книги К истинному православию Что там вот эти статьи И там постоянно И будут какие-то ссылки На что-то На какие-то источники Вы задавались Что это за источник То что было Ссылались Мне очень хотелось Проверить А так ли Кому надо будет Я открывала Все места Которые в Писании есть Я их открывала И проверяла И убеждалась Да так Да так А там где есть ссылки Эти на вот Святых отцов На правила Я их проверить не могла Но они мне были Тогда и не особо И понятные А вот то что На Библию Где были ссылки Я их сразу принимала У вас это радовало Что есть такие взаимосвязи Или просто Лишнее такое Что-то назойливое Я поняла Что я нашла то Что я все время искала Вот оно теперь В моих руках И я тогда стала ходить На занятия А перед этим Я примерно за два года Я была на занятиях Опять же Людмила Степановна Позаботилась Пригласил меня Я сходила Первый раз на занятия И мне не понравилось Я ничего не понимала Что происходит В аудитории Я ничего не понимала Почему я Почему все люди Через 10-15 минут Должны говорить Господи помилуй И как раз Об этом речь шла После того Как вы почувствовали Исписание Что терзает чель После того Кто вам озвучил Что Библия Это Слово Божие Вот кто-то это сказал И вы в это поверили А потом Это уже на занятиях Это вы на занятиях Убедились И вы это приняли сразу Я принимала Вот после первого Ну когда Вот когда я первый раз Я ушла И где-то около двух лет Я не была там Но потом Я вот Татьяну Кузьминичну Видела все время В нашем магазине Где я работала Я директором магазине работала И она приходила Вот так вот одетая Всегда по форме Она была Лето было жарко А она все равно Была в длинной юбочке Блузочка у нее такая Ну как Благочестиво одетая И мне очень это нравилось Мне так это понравилось Что она всегда Из всех выделялась Я ее видела Она жила там Оказывается рядом И приходил Батюшка приезжала На кое-что из продуктов Приходила покупать Мне очень нравилось И я когда на занятия Это пришла Я никого не знала Все И вдруг Я увидела ее там На занятии И я поняла Вот она где А вот тут еще И как-то вот Мне это тоже Очень расположено То есть и пример людей Которые ходят на занятия И чтение Это все вместе На вас влияло Конечно То есть не сказать Что конкретно Я думаю Что это был Божий промысел Что он мне вкладывает И в уши И в глаза Я думаю Через все пути Господь на вас действует Через природу Вы понимали Что это творение Божие Через холодец В котором вы косточки Раскладывали Тоже Господь вас касался Это еще прям В самом начале С этого холодца Наверное начиналось То что Вот я вот Это момент Через того Через того Через что А потом Вот эту убежденность Приобрели В священном писании И начали читать Уже А я очень люблю Теперь писания Я очень люблю Я не могу Я вот если день проходит И я не почитала Бывает что Все же я Хозяйка домашняя Домохозяйка Как говорится Забот много Еще о других И вот День проходит А я еще ничего Кроме утра Утром это Обязательное правило Я в течение дня Если не прочитала Я вот Вот как вот О человеке Самом ближнем Например Вот скучаешь Что ты долго не видел У меня такое ощущение Бывает что Ой день прошел А я еще Даже не повидалась А вы отделяете Святое писание Вот как тут написано От Бога Что вот писание Вы читаете Получаете удовольствие Слова может быть Красиво написаны Это Бог Или вы все таки Бога слышите Из писания Конечно Бог Я даже прошу Господи Я хочу вот Чтобы ты мне открыл Это твое слово Оно же ко мне сказано Не к кому-то А ко мне Я даже это не один раз И Ну как вот Писание открываю Был у меня такой случай Очень серьезный И такой страшный Мы с Людмилой Степаной Шли Я ей задала один вопрос Он был И она когда Мне сказала Что это такое Что такое Татара Я задавала вопрос А перед этим Я пережила Такую ситуацию Ну серьезную Здесь в церкви Никто об этом не знает И я потом Сразу как-то Оно у меня ушло Это А потом Недели две Три может быть Прошло И оно вот У меня опять Мы вышли с занятия Оно у меня снова Я говорю Люд Скажи мне пожалуйста Это что такое И она мне когда сказала На меня такой страх Наплыл Я домой Бежала бегом Это вышла С автобуса Бегом домой Я прибежала домой Вот у меня такой был страх Я забежала И скорее к себе туда В комнату Вы видели Где у меня лежит Библия Я подбежала Хватаю Библию Открываю Вот так вот И мне на страничке Прямо крупными буквами Вырисовываются Прямо крупными буквами Читаю Не бойся Я помогаю тебе У меня такая радость Облегчение Я закрыла Это вот мы Вот я не знаю Ну хотите верьте Хотите нет Но такое было Открываю И читаю Не бойся Я помогаю тебе Это пророк Иремия 39-й Ну ладно Вот так было Ну все Услышали Ваши Поэтому я Я к нему отношусь Как к живому Богу То есть до Бога Вы дошли Через Святые Писания Разными путями Разными путями Разными путями Разными деталями В жизни В быту В общине На занятиях Вот разными деталями Такими Второй стих Первого послания Кремлянам Разбираем Бог Которое То есть В предыдущем стихе Шло о благовествовании Которое Бог прежде обещал Через пророков Своих В Святых Писаниях И вот такой был вопрос задан Как человек Через Святые Писания Доходил до познания Бога Вот личный опыт Пересказывает у нас Можно я ему тоже Расскажите У меня точно Ну как бы Не точно так же Я сначала Ну Обратилась Стоять через Веду У нас Получилось так Что мы Николай 15 лет На очереди Стоял на квартиру На роторе И потом мы узнаем У нас была Во первой очереди Мы узнаем Что нам Квартиру не дают Потому что Заморозили строительство В нашем доме Ходили смотрели Как строят Уже Как наш дом И вдруг Мы узнаем Что все Пропало Никакой Перестройка Дом Строиться не будет Потому что Завод обнищал Как бы Обанкротился Вот И поэтому Это было такое Потрясение у меня Что я Как бы Не могла даже работать Я тогда на телевидении Работала Мы с Олей Унагаевой Работали В художественном цехе По декорации То есть Ну Передачи оформляли И Я не могла работать Пошла Говорю Оля Поработайте За меня Там еще одна Неверующая Ирочка Работала с нами Художницей Тоже декоратором Вот Я говорю Я не могу работать У меня все Из рук падает Я плакала Ну Без конца Короче И однажды Получилось так Что я Плакала И вдруг Я почувствовала Что-то необыкновенное Со мной случилось Я увидела Я причем Я как художник Училась на светотень Я знаю Где свет Где тень И вдруг Я почувствовала Что Я вижу свет Но я его не вижу Глазами Я чувствую этот свет Какой-то Внутри свет А глазами Я его не вижу Не ощущаю Вообще никак И я поняла Что это что-то Ну Что-то сверхъестественное И В этот момент Я плакала сильно И потом После этого Что случилось Я какой-то свет Увидела Который глазами Не видно Я поняла Что это Или ангел явился Или что-то такое Я была неверующая А где это было В студии? Это дома было Да Потому что я ушла С работы И дома сидела Плакала Так вы для чего Это вот рассказываете? Я расскажу Сейчас Какое место Просчитать Свяжись с этим После этого Я стала искать Благовестие Которое Бог Прежде обещал Через пророков Своих святых писаниях Какое в ней Ни писание Ни благовестие Зачем это рассказывает? Я после этого Рассказывала Избраны Избраны к благовестию Божию Кто избраны? Павел Павел был избран Дальше Ей Павел Не встретился Который Бог Прежде обещал Через пророков Своих святых писаниях Она не знает Ни писания Ни святых пророков Что она рассказывает? Для чего я не пойму Рассказывает Когда к стиху Никакой привязки нет Да у нас этих Рассказывает Теперь по тысяче У каждого Зачем она рассказывает Это? И ты сидишь Слушая Как из писания Человек нашел Бога Кратко сказать И увидел это благовестие Без благовестия Никак не может Он Бога найти Никак Другого пути нет Вера от слышания Ну слышать все слышат Там сосед кричит Крыши От слышания Слова Божия А вот теперь остановись Она рассказывает Совершенно не из той области Хорошая Все ее Привел Но это к этому стиху Не относится Она опередила Может события А свет благоухания Оставьте для лучших времен Через этот свет благоухания Миллионы в аду находятся Благоухания Кратко Благовестие Божие Через писание Я пошла Я вот Когда это случилось Когда это случилось У меня было страшно Внутри было страшно Тяжело Я пошла Я поняла Что Библию продают Я где-то слышала Что Библия продается В простых книжных магазинах Я пошла в книжный магазин Который был ближе всего К моему дому Сколько лишних слов Она говорит Остановись сейчас Вот книжный магазин А теперь я пошла В книжный магазин У меня идут повторы И время драгоценное идет Ну ладно Давайте остановимся Ты за вещью следи своей Это не нужно Теперь Я была неверующая С квартирой обманули Большие переживания Я видел какой-то свет Пришла в магазин Два предложения А ты уже 20 минут Ее тянешь и тянешь Зачем? За собой не следишь Ты говори Говори конкретно За всякое слово Отвечать Ты жить С этих Слушателей-то Не уважаешь Когда я взяла Книгу эту купила Принесла домой Я ее открыла И я сразу Да додичь мне все Я шла Принесла Открыла Попутно соседкой Поздоровалась Зубу почистила Зачем ты? Я ее купила Открыла Ты не умеешь Кратко говорить Нисколько Я не могу Про это говорить Так вот Как вы говорите Это настолько Было В душе у меня Получилось Такое Сейчас Остановись Даже остановить Трудно Наполняет речь И ты сейчас Уже огорчаешься А вы уже Миллион раз Рассказывали Как вы Ты уже с упреками Я ждал Я думаю Сразу пойдешь Или нет Это не упрек Я знал Остановись Остановись Не сумей остановиться Видишь как уже На припадок пошло Остановись Больше не давать ей слова Пока она дома В письменном виде Не составит И не потренируется Все Я сказал Сегодня ты не разговариваешь Сотвори маленького Замолчи Все Замолчи Ее дома муж не слушает Теперь она ищет кого-то А Раиса Николаевна Найдешь с ней поговоришь Я о своем обращении Рассказываю Это не обращение Не могла дойти Слушай внимательно Еще раз тебе напоминаю Про Раслула Гамзатова Ты слышала? Отец Сада Звать Дагестанец Сын учится в Москве В университете Он дал денег Приезжает Сын встречает В старом пальто Сын А где пальто? Папа Понимаешь Приехал тут театр Из Ленинграда Мы так хотели Видите Сын Как много слов Сказал Ты скажи Деньги истратил Пальто не купил Я у головы Уже заболел Одно и то же Ты больше Ты начинаешь сразу С упреков Сейчас еще Хамить начнешь Нельзя этого делать Ты остановись сразу Сотвори молитву Сотвори молитву И скажи Господи Я не умею говорить кратко Говорю лишним У людей отнимает Драгоценное время Деньги истратил Пальто не купил Мне зачем твой театр? Зачем ты шла в магазин? А я пришла Домой Потом я открыла А закрытую ты ее Не могла считать Ты у евреев учись Абрам поехал Торговать пшеницей Перекупил и поехал И удачно продал Прибыль 600% Ну и столько радостно Он пошел на почту Телеграмму Дорогая моя Сара Выгодно продал пшеницу Через три дня буду дома Целую Абрам Посчитали на три рубля Три рубля Это много Он посчитал Дорогая Так она и так знает Что я так Вычеркнула Продал пшеницу выгодно Да какой еврей без выгоды продает Он вычеркнул из телеграммы Так еду домой Да что ж я совсем уехал что ли Вычеркнул Приеду целую Да что ж я не приеду Вычеркнул Абрам она знает Как меня звать Слово Абрам вышел Ну молодец Поехал домой без телеграммы Так нельзя Сегодня нельзя уже Пока пригубила там Абрам рассудил Учись у евреев У евреев надо учиться многому Они умеют рассуждать Они умеют задумываться Как в фильме 12 При всех своих недостатках У евреев есть положительное качество Они умеют задумываться А вы когда нибудь думали Я вот это буду рассказывать И что тут у меня лишнего А ты сидишь и развесил уши Зачем тебе это нужно Ты не слон Ты уши на щеку держи Она говорит лишь Я сразу останови Дома потренируйся на мужа А здесь потом будешь Соги нельзя Два раза Видишь у нее какой не терпешь Это не держа Нельзя Тут несколько мужей Уже я несколько раз сказал молчать Видишь какая беда Наш брат во Христе Это же не про пальто Я сказал нет Брат во Христе сказал нам замечание Краткость И как говорится Краткость сестра таланта Так еще минутку Значит следующее задание Тоже не давать слова Она маленько утехнет Прогорит у ней Дома потренируйся на мужа И раза на три Как Лев Толстой Начало войны и мир Шестнадцать раз переписывал Краткость Мать мудрости Один написал большое письмо В конце написал Прости у меня не было времени Чтобы написать более кратко Говорить надо многое В немногих словах То есть Коротко Через писание Это говорит Севсерахов об этом говорит Да Через писание Уверовал во Христа Через какой стих И как нашел Бога Теперь я скажу Она сказала Я повторяю некоторые вещи Я повторяю для тех Которые не запомнили И повторяю то же самое Краткое для научения Связываясь с тем что есть У тебя это совершенно не связано С благовестием Никаким образом Ты обокрала людей Отняла время И еще и огорчаешься Ты должна Понимаешь Не крути ей головой Она отвинтиться может И скажи Да так Если раскаяния нет Ты будешь видеть грех Только в комнате И сразу сойдешься С Троисой Николаевной А дальше уже понесешь куда-нибудь Нельзя это В корне отруби Я тебе показываю сегодня Где твоя беда Коротко Вперед Мы все поняли Да Эту идею основную Теперь Если кто подробнее хочет Узнать об обращениях 15 том Как раз Игнат Тихонович Мы разбирали эту тему Я только что сейчас распечатал Пачку Вот она Смотри 15 том Никаких обид 74 свидетельства Как люди нашли Бога Из них наверное 70 Через занятия в университете Вот как раз Я отношу это к этому стиху Не знаю кто прав Я не прав Но я считаю Что если 15 том Вы почитаете Это вот как найти Бога Через писание И у каждого Это свой опыт Я должен рассказать Теперь смотри Сразу включаясь сюда Много свидетельств Таких Я шла Мы с мужем Дорогой разговаривали Что пора нам расходиться Но попало Объявление На столбе И мы решили Зайти туда В университет Зашли Нам сказали Да это на 4 этаже 410 И мы заходим И вот дальше Подробно описывают Мы за двери Еще слышим Что вы разговариваете О политической системе Сегодняшней И вдруг Когда мы дверь открыли Вы на нас голову повернули И мгновенно Перестали говорить И стали говорить О том Что нельзя разводиться Вы знаете о ком говорю? Да Знаете И она написала Судосмейшая И где не возьмешь И везде потребовалось Какое-то вмешательство Корректировка Совсем небольшая И сразу все выглядит По-другому Даже написание стихотворения Против каждой строчки Бестописания Нигде никогда не было Вообще никогда За историю человечества И никто это не додумался А кто-нибудь есть Отрицательно Никто Все только Как это красиво Ну почему раньше Я этого нигде не встречала Не встречала Я показываю Что я не сам Ко мне один заехал Даже и говорит Какой же вы умный Понимаете Вы говорите И это Ну Вот такой Я говорю Не сам Это из Библии где-то Я указываю где Да тогда вы еще умнее Узнаете где это написано Да я говорю При чем Умнее не умнее Бог меня ввел Я каждый день Благодарю Господи Что дал мне веру Страх перед тобой И вторая молитва Сразу Господи Благодарю за день Когда ты даровал мне Святую Библию И указал на толкование Святых Отцов Канон и Собором Как я благодарен Господу Я каждый день Благодарю Что сохранил Мой разум Что я могу Искать мои таланты И развивать И прошу Бога Дать добрых помощников Наставников Советников Молитва Она Она из жизни Нашей состоит Она не только Литургия Вся жизнь Это литургия Литургия тогда Когда я не один Священник не может Служить литургию Когда он один Это совместное дело Переводится Какое совместное Слава Дин Сам кочегар Певец И штец Хоть кочегар Один должен стоять Двое уже могут Церковь-то Все это обдумала Батюшка Вот Совершил литургию Если там То у нас В этот день Литургию Он совершать не может Придумали же это Один и тот же Священник Два раза в день Не может Совершить литургию Священник тоже Не запрещенный Никто не может Совершить два раза Литургию Почему У католиков Можно совершить Шесть, семь, восемь, девять Раз Хоть сколько Она сокращена Это минут двадцать Я считаю Католики Правильно делают Батюшка приехал сюда Но это Вещь он встречает Это ночная Это не утренняя А здесь он у нас В этот день Не может Если там совершил Литургию Здесь нельзя На каком основании Понимаете Мы живем В каких-то Предрассудках Традициях Ложно Неложно Незадумывается Я православный Я все принимаю Я не оспариваю Но внутри меня Вопросы эти Неразрешенные Я знаю Что это не по Евангелию Я мысленно представляю Что нашелся бы человек Подобный мне Но только С другим Знаком И сказал Дали бы мне такого человека Который в православии Но с чем-то не соглашается Я бы ему ответил Я скажу Что сегодня Я бы же оставил С кошками С голубями Кого-то Он бы поехал к нему Я хотел бы С ним столкнуться И посмотреть на него На его лицо После того Как он услышит Мои вопросы Он только честно Под запись Я возьму с собой Володю Он все это запишет На видик Я буду этого искать А запишет Он мне Там не еще будет записывать Он откажется От беседы Они не могут Говорить Искренно Они боятся Друг друга Это все пропитано Ложью А тебя могут За это Могут Когда я сказал Что посты Не нужны Православные Кроме Великого поста И среды пятницы Которые утверждены В апостольских правилах Ой Одна у меня вышла И говорит А ты не знаешь Адрес какой Жордангель У митрополита Виталия Я говорю Знаю А зачем Пожаловаться на тебя Мы же к ним Принадлежали А так как же так Против постов Я говорю А ты соблюдаешь Этот пост Ну соблюдаю А ты сегодня ела Растительное масло Я ела А по уставу не положено А я не ел На кого ты жаловаться будешь Ты когда начала поститься Ну я почти Тут уже полгода А я почти 48 лет И на кого ты жаловаться И на кого ты жаловаться Будешь Я в армии В тюрьме В лагере пост соблюдал В больнице соблюдал Со мной в больнице Я говорю Лежал здесь Она приносит манку После операции Я говорю Сейчас пост Нельзя есть А что же есть может Так у вас манка На воде Что вам специально Варить будут А я не прошу А как вы будете Да как Пять дней осталось Я так проживу Пять дней Я на одной воде проживу Гляжу Ушла Маленько погодя Тащит на воде сваренная Узнал что картошку Нечишенную картошку Все сделали как положено А потом гляжу Сок томатный Яблочные несут Пожалуйста Бог то разве не знает Я когда летел в Финэр Это финская Аэрофлот Ну мне подходит И всем разносит там Сосиски что есть А я по английски Я говорю что У нас пост нельзя А что можно Ну не положено А ягоды можно Можно А орехи можно Я посмотрел Они ко всем Стюардессы Два раза подходили А ко мне четыре раза Да вдвоем Они мне свежемороженные И такие Клубника Орехи Грецкие отдельно Вышелушенные И чего ты ко мне Не принесли Постное Я это в 92 году летал И все еще помню Какие они Эти люди внимательные А у нас Что дали той же Что ты тут выкомориваешь Я знаю что она скажет Если наша нахмурить Так у нее шапочка Сойдется На ней Как она меня обвинит Что я против поста Я говорю что не нужны они Они людей Водят в заблуждение У Ленина Не хочу произносить имя Висела табличка Не курить А все матросы курят Он говорит убрать Она дезорганизует Правильно Почему здесь Убрали некоторые священники Убрали из литургии Оглашенные из идите Просто убрали Потому что Выполнить не могут А тут ты не имеешь Права убирать Это не табличка В кабинете Ленина Это литургия Составленная златоустом Как ты мог убрать А во многих храмах Вообще убрали Нету Нету У Дмитрия Ростовского Были Я так удивилась Думаю Надо же Не произнес Глашенные из идите А то традиции 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 русского человека Традиции Почему женщины ходят в брюках Март 2001 года Страна переоделась Какие традиции Посмотри на фотографии На снимки Какие традиции Разве было Чтобы женщина Обужилась так Просто слушать нечего А они Священники Видят что ходят Теперь уперли Все ездят в ширинку А у ней ширинки нету Утонул в ширинке то Это брюки или юбка Ну давай Женщины юбка Закрат Ну мне чтобы удобно было Я замочек поставлю На юбке спереди Ну еще Перестала юбкой она быть Вы все равно скажете Юбку Вы не будете смотреть Где у меня замочек Спереди открывается Или сбоку И это говорят С капитры Это пишут Плодокураева все Потому что Выполнить ничего не могут Они мгновенно Планку кладут книзу В грязь положили И все Теперь ни за что не отвечают Но перед Богом не так Если на дорогах Много аварий Наоборот делают Более строго Вот образец Это гаишники Они совершенно правильно делают Если видят Одна авария Вторая Треть Они пересматривают Значит Тяжесть такая Скорость такая Не выключать пары То есть раньше этого не было Почему? Чтобы меньше было аварий А тут много аварий А теперь делайте что хотите Как будто в Индонезию переехали Никаких правил Движения нету Сегодня положение В церкви никакое Подтверждаю словами Патриарха Кирилла Гудяева Духовные развалины Духовные развалины И поэтому надо работать Мы для этого и сидим Чтобы понимать И пойти людям возвестить Идти на благовестие Вот закончите сегодня Идите по домам опять Настоящие свидетели Иегова Это мы С православным крестом С канонами С рукоположным священством А это под именем Иегова Лжесвидетели ходят Так вы говорите как баптист Я говорю Баптист у нас только один батюшка Баптист означает креститель Он крестит Мы не крестим Так вы что-то прям так вдохновенно говорите Это харизма такая Это писятники Писятники мы А они ложные Там другой дух Мы никакие языки не знаем Мы знаем один язык любви Строгий язык привлекающий к Христу Мы писятники Мы баптисты Мы свидетели Иеговы Это все заложено здесь Они по частям рвут И по другим уже Соусом подают Разве это нам не урок Мы должны реагировать На любое выступление врага И мгновенно Контрудар нанести Сразу же Меня иногда спрашивают А как так Вот такие важные люди Баптисты были И как они у вас могли В православие-то обратиться Бог делает В первую очередь Я не хотел их побеждать А во-вторых Я в них увидел людей Которые лучше нас Православных В массе своей И которые нуждаются В истине православного толкования Я вот что видел Я с этой позиции заходил Я ни разу не ставил задачи Победить его Задача была открыть ему Чтобы он это записал А что он покаялся Обратился Они даже спрашивают После беседы Так что же нам теперь делать Я тогда их спрашиваю А вы как сами думаете Так выходит Священства у нас нет Священства нет Ваши пресвитера Все до одного Лжепресвитеры Все У них нет связи С епископатом С апостолами Так что только в православии В православии можно спастись Вы решайте как хотите Я вам сказал все Я же дальше не отвечаю Как Василий этот был Что у нас Скажите У нас тело и кровь Христова Или воспоминания У нас воспоминания Тогда был Никонов Алексей Дмитриевич Пресвитер Грузный Такой Он говорит Да как же там Писано для прощения Грехов Ну если тело и кровь Надо к этому Православный Надо туда идти Он говорит Наташа пойдем Под рукой Пошли туда И ушел И все Стал батюшкой Там Очень просто и понятно Где нет тела и крови Там нет жизни У них только воспоминания А у нас реальное восприятие Реальное присуществление Они этого не понимают Я очень высоко ценю Сектантам Баптистам Которые проповедуют Признавая святую Троицу Но Они не в церкви И поэтому все спасение В темноте О том что я думаю Это Бог не решает Согласно Писанию Вне церкви нет спасения Они где церкви Это абсолютно точно А что такое церковь Собрание верующих Там где есть законно рукоположенная Трёвщина и иерархия Связанная с апостолами Все А они вторую часть отрубили И о Христе Где двое или трое собрались Не собрались А собраны И притом собраны Во имя Христа Вот там Христос То есть они все это Пища не приближает И не отдаляет все А где вы нашли Библию Ну найди это Ни один не найдет Почему этого не написано Что пища не отдаляет Пища очень отдаляет Она Адама выбросила из рая Лишнее вкусил Приотехлись и не продать Не купить Не приближает Да Павел говорит Не едим ли Ничего не теряем Едим ли Ничего не приобретаем Тут понятно Едим Живот наращиваем А у нас такой пост И начался Живота рост Ну и что Такое меню составлено Там еще поучиться надо Кто колбасами балуется И там И сливки И масло растительное Еще только нет Мы живем Нарочно Как будто бы Давай Пятый стих У Иисусе Христе Господи нашим Через которого Мы получили Благодать И апостольство Чтобы во имя Его покорять В вере все народы Заметь признательно Ничего Ничего Говорит нет Нашего Но все Получено Получено нами Через Сына Я получил Апостольство И благодать Через Духа Он говорит Господь Наставит на вас Я на 16 Вот остановись Ты как-то идешь Я остановился Покорять вере Не католическому папе Не православному патриарху Не советской власти В вере А вера и отслышание Опять тому же возвращаемся Мы полшага сделаем Опять разворачиваемся На то же А этого нет У нас Писания нет Пророчества Его нет У нас Не за что ухватить Мы в пустоте Мы где-то висим в воздухе Или где-то в болоте торчим Как можно это не видеть Было Я никак не пойму Это же Простым Никакого толкования Это не надо Покорять вере Ты прочитал Тут будет дальше Объяснение Слова Покорять вере Давай Здесь Говорится о том Что от Духа Святого От Бога Дается Вот это Благодать и апостольство Вот на что Внимание Сейчас будет Обращено То есть Он говорит Господь Наставит вас И Дух Говорит Отделите мне Павла и Варнау Деяние 13 И Дается Духом Слово мудрости 1 Коринфянам 12 Куда отделите Он попросил Куда отделите Картошку копать Для благовестия Почему после этого В России Тысячи лет И ни разу Этот голос Не прозвучал Я вопрос дальше ставлю Почему ни разу Нигде Ни в одной церкви Ни в синоде Нигде не прозвучал Этот голос Отделите мне Это просто Ну такие волонтеры Находятся Начали переводить На русский язык Отдельно Кто-то пошел Сам на его Он и слышал Этого голоса Я на одной руке Считаю 4 человека За тысячу лет Которые Пошли Благовестов Стефан Пермский Иннокентий Вениаминов Николай Японский И Макарий Алтайский Все Кончилось Почему Вот это не повторяется Если видение Павел Ловился муж Македонянин Говорит Приди помоги нам Теперь все видения Начали Где икона Где монастырь Ставит икона Где мощи нашли Почему видения Это другие И как это можно было Не заметить Что-то Не то что Другие А Совершенно просто Контрверс И никто вопрос Этот не задает Я просто вопрос задаю Как это можно было Не увидеть Я признаю Видения Павла Паральные И иные Быть не могут Сегодня в житиях Я жития начитывал Знаю Ни одного видения Такого уже не было Просто их нету А видение такое Иди дальше В лес И нашли его Обнаружил один охотник Он идет еще дальше Корешками питается Конечно герой Но не по Евангелию Бог будет судить По Евангелию А живем не по Евангелию Как так Монастырия Это оплот православия Какого Я вопрос ставлю Если оплот Пусть будет Какого православия Которое Бог дал Веру евангельскую Или православия Которое вы День и ночь Его взращивали Которое не имеет Обоснования На страницах Библии Что именно Я на каждом Стихе буду ставить Вопрос за вопросом Который они не ответят Или ответят так как надо Как я отвечаю Другого ответа Просто не существует Вот теперь мы видим Что Слово Божие Живые действия Она заговорила с нами Ты торопишься И у тебя вопросы Почему-то не возникают Не пережито это Здесь упор делается О благодати апостольства Которую получил Он через Иисуса Христа А не от себя Не сам пошел Не от себя чину То есть доказывается Что это от Духа Святого Вот на что делается упор А потом Будет объясняться Фраза Покорять вере И вот как раз Немножко об этом и скажет Вот тут о чем говорится Что в Духе Святом Они действовали Что это было Не своеволие А как узнать В Духе Святом Или Ты то ли от Духа То ли от брюха Ну вот он утверждает Что от Духа Святого Это было Ну как проверить Павла Мы Павла тоже Дожди проверять Он говорит Не верьте мне Все что да Как проверить Где то есть какой то эталон Какой то канон Я приложил Трось для измерения Да это по Духу Святому Вот это Вот это не от Духа Святого Ну надо проверить О чем он говорит И как он действует Я спрашивал Как проверять Где эталон проверки Вот они проводят у нас Вот у нас провода Тут когда дома Тут принимали Специально у них Такой аппарат И они То там сопротивление Они знали какое сопротивление Сказали провода Вот здесь надо заменить У них существует прибор Вот ко мне сколько приезжали Мастера по интернету Три раза приходили Не могли Тогда говорит Надо вызывать эту Которую Приедет бригада И там у них прибор Они сделали Залезли на крышу Отсекли И сейчас работает Вообще никаких вопросов нет Вот сестра хочет вам ответить Я считаю Что по данному вопросу Евангелие является Проверочным документом Больше другого нет Это сам Господь дал А почему они не отвечают Почему ты зять Этому не научила Ответить А я отвечу почему Потому что она В адвентистах была И адвентисты ее научили Мыслить Евангельскими категориями Вот это разница Между тобой и ей Тебе-то уж пора Это понять Ну а Христос говорит Если не верите мне То верьте самим Моим делам То есть по делам узнаете Христовым делам Не нашим делам По о том Что он от Бога Христа же Можно тоже засомневаться В его миссии Павел не об этом говорит Зачем тебе слова Он совершенно не об этом говорит Там лучше было поверить Что Христос Ишел от Бога Я не сам от себя говорю Верьте моим делам К этому не относятся Здесь о том Что благовестие Павла от Духа Святого Я хочу проверить От Бога или Святого И я делаю Что я благовествую Езжу От Духа или Святого Меня тоже проверить надо Проверьте А то может быть я так Ну вот Благодать говорит И апостольство Мы получили То есть не по заслугам своим Стали мы апостолами Но от благодати Свыше Панночку туда повесить То есть Все что они делали Это было от благодати Ибо делом апостолов Было Ходить и проповедовать А убеждать Слушающих Всецело Принадлежит Богу То есть вот Пример того Что От нас не зависит Результат От нас зависит Действие Опять же Ходить и проповедовать А убеждать Слушающих Всецело Принадлежит Богу Вот к чему Ведется Все это Вам голубей Сегодня не надо Приносить Нет Уже время Выходит Скоро Через 5 минут Мы закончим Так можно Оставиться на 15 А принесу голубей Охота Давайте дойдем Пятый стих И тогда уже будем смотреть Покорять вере Мы посланы Говорит Не для Словопрения И не для Исследования Или доказательства Но покорять вере Чтобы Поучаемые Слушали Веруя Без всякого Противоречия Благодать Получили Покорять вере Все народы Мы Не я один Но и прочие Апостолы Ибо Павел Не обошел Всех народов Разве скажет Кто-нибудь Что если Не при жизни То по смерти Он ходит Ко всем народам Через послание А веровали бы Слыша об имени Христа А не о сущности Его Ибо через Ибо чудеса Творило имя Христово И оно само Требует веры Потому что Его нельзя Постигнуть разумом Ну вот Что тут мы видим Павел Не обошел При жизни Но после смерти Его послание Ходит По всем народам Также и другие Апостолы Проповедовали Что-то записали И это тоже Мы сейчас имеем В наставлениях И читаем И изучаем На меня Выходят Мусульмане И всегда Евангелие написано Неправильно Это вот там-то Неправильно Вот там-то Это неправильно Вот Христос Он не умирал Ну как научно А что ему сказать Ничего ему Говорить не надо Он не избран Я ему свидетельствую Я христианин Вот это все Больше ему ничего не надо Я христианин А можно доказать ему Ему нельзя доказать Это он не избран Я сказать ему Могу Я ему выписываю Места Писания Христос Умер за грехи Наши по Писанию А он начинает Что-то против говорить Я его не убежал Места Писания дал ему Все Больше от меня Ничего не требуется Так он не поверил Не избран Он запечатан Его никто не убедит И Павел всех не мог убедить И Христос не мог убедить Он не избран Его имя не вписано там Он прописан в аду И отступился от него И все на этом Мне не надо ему Эти слова даже говорить Я считаю Верующий в Сына Божий Имеет в жизни Не увидит Гнев Божий пребывает на нем Все Я ему сказал А я не верю этому Это вот правильно Коран Все Верит ты Коран А я верю Евангелие Тебя Бог будет судить Все-таки по Евангелию А не по Корану Мне не надо его там Обзывать Говорить И прочее Все сказано Один который Полосин священник православный Стал теперь у них мулой И стал там ученым доктором Ну и о нем Он у меня на форуме есть Я только одно говорю Представь придет Пасха И теперь он уже никогда не скажет Христос воскрес Никогда не скажет И он так Как у них такая щетина Бороды нет У евреев борода не тронута У всех евреев А у них там щетина такая И такой же колпачок на голове И такая разъелся Ну прям Как будто он там и родился И другие которые Они сразу все это покорны И говорят как они Ведь он был священник И когда говорит как был Нигде не видно Что он был верующий Я его свидетельство Прочитал Вообще нигде не было Ну как поп стоял Приходил Кадилом махал Уходил И Бог не потерпел Его выбросил Откатился и попал в эту яму Ну и сиди там теперь За каждое слово За каждого Просто вращенного Ты отвечать будешь Я тоже немножко сказал Я могу сказать Христос воскрес И никого рядом нет Я голубей приветствую Залажу к нему Каждый день Христос воскрес Приветствую Давай Игорь захачивай Ибо так Смотрите каков дар благовествования Оно сообщено Не одному народу Как Ветхий Завет Но всем народам И тут небольшая вставка Ил Не вставка Комментарий Комментарий Ну Когда человек Ничего не знает О духовном То с ним легче разговаривать Чем со знающим В кавычках Язычники принимали Благовестие от апостола Павла Без всякого прикословия А иудеи спорили И доказывали Защищая старую веру Вот так Все Все Коротенько На что Священники Злятся на комментариях А что тут злиться то На что Я сказал что то Не из Евангелия И не из Писания Определенно Вообще не на что Ну тут можно Перевязаться Что Легче разговаривать Чем со знающим С каким знающим Опять задаст вопрос Тот который Что то знает Который ходит От православия Батюшка Батюшка Нахажившего послушания Она по послушанию Вышла теперь из друзей Она больше никогда Ничего не получит И там и будет гнить По прежнему Каждый день Только какой святой Матронушка Ну вот говорят Как мертвецы какие У них живой мысли Нет никакой Совершенно Невоздержание В словах Прям матерками Православные кроют Прям матом Даже считать страшно Встречаются на Страницах интернета Мусульмане Как они загоргощат По своему Евреи Как начнут друг друга Там нахваливают Двое русских Как два быка на арене Вот интересная нация Какая Все Вот выступает Один, второй, третий Ругательцы Видно что все русские Православные Там сектант Против них Еще вот сектант Но не такой Он этих всех долбит Главное суббота Чтобы была Вот Евреи встретились Там как они начинают Хвалить друг друга И сразу там И Рушалайм Это Рушалайм Там все И слово Бог Б-Г Все одинаково говорят Нигде Евреи Евреи Никогда не клюнет Не тронет Глаз не выклюет И говорит На свой хвост не наложит Почему здесь так все Что за нация такая Потому что Нет объединяющего Писание не знает И у каждого Своя мысль Вот Причина то в чем И этот раздрай В прихожанах Устроили священники Вот у нас здесь Спора никакого Вообще нет об этом По толкованию это Написано Мы взяли это Потому что Мы его изучаем И мы никогда не говорим Как ты понимаешь Зачем мне думать Как я понимаю Я понимаю так Как написано И он понимает Так как Значит все Тут вопрос поступил Из вопросов для занятий Что такое псалмы Кореева И Кто такие сыны Кореева Никто не знает Кто такие сыны Кореева Считают что это Начальники хоров были Да Начальники Ну допустим Вот у нас Служат Череда первая Десять дней И как раз Кореева Для них это было И специально сделала надпись Давыд Это вот сыны Кореева Все там Больше мужчин Голосистых было Может больше теноров было А может быть больше И гуслистов там было Сопровождение Мы можем только предполагать Сынов Кореевых Но это служители Служители Пепсы Левиты какие были Вот и все А авторство было За Давидом Или за ними Здесь тоже Один считает так В 89-й псалом Написано Молитва Моисея Человека Божия Считают что написал Моисей За того считать Все 150 псалмов Написано Давидом Я тоже так считаю А почему тогда Но Моисей Какой человек Божий Почему вы решили Что Моисей Тот который вывел Откуда вы знаете Это за 600 лет Моисей жил раньше Давида Ничего не известно И после что Моисей писал псалмы Тоже нигде не известно И вообще ничего нет Или в подражание Ему как Державин Пишет Или Ломоносов Переложение Псалмов В стихотворную форму Это есть Я даже тоже там Писал однажды Вот так То есть Четко 100% гарантии Никто дать не может Но варианты есть Минимум два варианта Вот мы закончили Пятый стих Но мы не закончили Предложение пока Вот это длинное Первое Я только спрашиваю Закончили Все закрывай Я оставлял сегодня Четыре экземпляра Новых Заветов А взяла только два А где остальные два А я вчера взяла два Когда ты взяла Но вчера взяла я два Вы не закладывали А я не знала Ты Галине сказала Ну все Вопросов нет А то мне надо подносить сейчас А я положу А кто-то вытащит еще Будет многовато Нет Нет Так что молиться будем? Да Так Я считаю Свет надо выключить уже Да? Нет? А что здесь Я пляска Как? Лучше будет? Лучше Лучше? Лучше Так лучше Так светлее А? Так лучше Почему хуже-то? Ну ладно Свет естественный падает С той стороны Уйди отсюда Вон туда Будем благодарить Бога Божьей милости Будь мне грешным Создав имя Господи Помилуй меня Бесчиславец и грешил Господи Прости меня грешного И помилуй За молитвы святых Отец нашего Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Царю Небесный Утешители души истинной И живи с десы И вся исполняя Сокровища благих И жизнеподателю Прииди И вселися вны И очистены От всяких скверных Спаси Блажа esse души нашим Святый Боже Святые крепки Святые бессмертные Помилуй нас Святые Боже Святые крепки Святые бессмертные Помилуй нас VL with the righteous Помилуй нас Славу Отцу и Сыну Святому Духу И ныне и присå И все веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посетие, с целью немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и на ней присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, и живи на небесе, да светится имя Твое. Да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небесе. и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якоже, и мы оставляем дожняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Бога. Ибо Твое и Сарство, Сила и Слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Абваочи, Свят-свят-свят Господь Саваух, Вся земля полна славы Его, Аллилуйя, Слава Вышнюю Богу, на земле мир, человек и благоволение, Аллилуйя, Благодарю, Господь, за дарованную веру Твою святую, Благодарю за тот день, когда Ты вручил мне святую Библию и толкование святых отцов, и жизнь наполнил глубоким смыслом служения Тебе, Аллилуйя, Благослови всех, живущих евангельским путем, идущих к небесам, ищущим Твое благословение, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашему, спаси нас молитвами Твоими, благодарю Тебя, Твоя благословенная, что сохранила в тесных обстоятельствах и от предательства, измены, малодушия и уныния, сокрушения, отчаяния, защитила, И впредь не оставь, но покроем афором любви Твоей, Аллилуйя, Господи, слава Тебе за мирное время, продли его, найди новые души, и приготовь нам все необходимое для благовестия, Аллилуйя, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешне, Добрый мой ангел, благодарю Тебя за великую милость, которую оказал мне, сохранил от всякого зла, И в смертный час не покинь, когда душа будет разлучаться от тела, и на ватарстах проведи душу мою, Господи, Боже наш, слава Тебе, помоги нам в радости встретить Рождество Твое, Христе, Боже наш, этот первый день этого Нового года, да будет посвящен Тебе, помоги нам закончить жизнь по Твоему благословению, быть вечности с Тобою, Аллилуйя, Ян Креситель, претеща Христов, моли Бога о нас, Ян Креситель, благодарю Тебя за услышанную молитву, научи нас жить в скудости и бедности, имея пропитание и одежду, быть довольным, и не бояться начальствующих историй, не участвовать в бесплодных делах тьмы, двое обличать, Аллилуйя, Господи, Боже наш, слава Тебе, Боже всемогущий, хвала Тебе, святителю Христову Никола, гердий и киевский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастрин, словесных овец, моли Бога о нас, Благодарю Тебя, Никола, за услышанную молитву о людях и о животных, и впредь не оставь нас Твоим попечением, Господи Боже наш, слава Тебе, разруши замосты еретиков и мечто преврати, и на врагов пролей милость, и падшим помоги восстать. Святый пророк Илья, Елисея, Инох, Моисея, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Ездранием, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия и Аиль, Агея, Сафоня, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Даниил, Отраке, пророк Михея, молите Бога о нас. Господи Боже наш, исполни церковь свою духом пророческим, дабы день пришествия Твоего не застал нас спящими, но вышли навстречу Тебе с полными светильниками добрых дел, движимые духом святым. Аллилуйя, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящую, молите Бога о нас. Аллилуйя, святые все хвали апостолы, Первый Верховный, Петр и Павел, святые ангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Дарует Господь нам жажду исследовать Слово Божие, вникать в себя и в закон, и заниматься с ним постоянно, и спасти себя из слушающих нас. Аллилуйя. Святые мученики и мученицы, Игнатий, Богоносец, Поликарм, Семенский, Усиль, Философ, Касмай, Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комидийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Ленин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи верующих в Тебя. Благослови томящихся в узах Константина, Александра и Людмилы, и выведи их на свободу. И сохрани детей Твоих, страдающих, убиваемых и сожигаемых за имя Твое Святое. Дабы никто из нас не принял начертания Антихриста на правую руку или на челом. Аделуй я! Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анастей Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Ио Сергий, Радоневский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антобольский, Анкрынштадтский, Аншанхайский, Кирилл Мефоний, Иннокентий, Николай Японский, Макарий, Алтайский, Филарет, Митрополит Московский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Аллилуйя! Даруй Господи нам жажду исследовать Слово Господе, быть истинными благовестниками. Аллилуйя! Святые жены и девы, Фехла первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Додаруй Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания. И прими нашу молитву и воздьянье рук, как жертву вечердию, благоухание приятное. И соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся тебе на небе, на земле. И о всех молящихся, о нашем благе. Аллилуйя. Говори Господи, слушай ли тарап твой. Аминь. С мира Божьим по домам.